Конец августа в церковном календаре отмечен несколькими торжествами. В честь этих дат в столице православного Узбекистана прошли архиерейские богослужения. В день Успения Матери Божией престольный праздник отмечал Кафедральный Свято-Успенский собор Ташкента. А накануне, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, богослужение состоялось в Свято-Троице-Никольском монастыре. Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в женской обители. Чтимый в этот день преподобный Феодосий подвязался в Киево-Печерской лавре в самом начале зарождения монашества на Руси. Подвижник стал одним из отцов русского иночества, показав пример истинного монаха, который полностью предал себя воле Божией, отрекся от всего земного, чтобы достичь Царства Божие. По окончании литургии митрополит Викентий вознес молитву ко преподобному Феодосию, а затем обратился к молящимся с архипастерским словом. Феодосий Печерский подвязался в Киево-Печерской лавре и показывал пример братья свои, ибо он был игуменом этого монастыря, показывал пример Смирина Мудрия, терпения, кротности, послушая волю Божией. Он наряду со всеми инаконами этого монастыря совершал все послушания, которые там необходимо делать. не внушался никаких, какие-то необычные, казалось бы, послушания, которые необходимо делать каждому человеку. И на кухне, и в хозяйстве, и дрова колол, и с братьев постоянно находился, и внес такое послушание, чтобы тем самым научить людей смирение и предкости воли Божьей, показать людям пример своего личного послушания воли Божьего. На следующий день в Ташкенте отметили престольный праздник главного храма Среднеазиатского митрополитчьего округа. Возглавил литургию митрополит Викентий в сослужении духовенства Ташкентской епархии. По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход в честь престольного праздника. Свято-Успенский собор — украшение столицы Узбекистана. Его строительство началось в 1877 году и вскоре завершилось. В 1922 году приход перешел в видение так называемых обновленцев-раскольников. А в 1933-м храм был закрыт, после чего в здании находился санитарный склад. Но в 1945 году церковь была возвращена верующим, получив статус Кафедрального собора Ташкентской епархии. По окончании богослужения митрополит Викентий обратился к молящимся с архипастерским словом, отметив, что в Кафедральном соборе пребывает несколько чудотворных образов Пречистой Девы. Недавно обрели еще одну святыню — икону Божьей Матери Всецарица, которая прибылась со святой горы Афон у дела Пресвятой Богородицы. Владыка также поздравил всех с праздником Успения и завершением поста. Мы вспоминаем особое событие. Это событие, то, что закончилось земное поприще Пресвятой Богородицы. Закончилась земная жизнь, закончилась временная жизнь земная у Пресвятой Богородицы. И к этому событию святая Богородица готовилась к посту и моритвы. И мы из этого деяния Пресвятой Богородицы получаем особое назидание, что подготовка к вечности — это подготовка через молитвы, через пост, через воздержание, через очищение своей души осякой и греховной скверке. И этим самым Пресвятая Богородица нам говорит о том, что мы должны готовиться к вечности и незаким путем, по которым шла сама Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица.